Девушки отдыхают Девушки отдыхают И мы шли до Рама-на-рети, где строился Кришнабаларам-мандир. А потом мы шли обратно по пути Парикрамы вдоль Емуны и вовремя приходили в храм Рададамадары на встречу с Ашрилой Правопадой. Правопада пел вместе с нами Джая Радамадова. Потом он давал лекцию по Шримадбхагаватам, по первой песне, второй главе. «Божественность и божественное служение». И хотя мы уже слышали все, о чем он говорил, это были основы и философии сознания Кришны, в этой атмосфере она имела потрясающее воздействие. Я даже представить себе не могу, насколько мы были удачливы. Это небольшая группа. Мы находились в самом благоприятном месте во Вриндауне. И в самом Вриндауне, в таком благоприятном месте, в котором собирались Госвами. И мы находились там в такое священное время, в Картику, с чистым представителем Кришны Шрилы Правопадой. Шрила Правопада просто по своей доброте к нам устроил все это, чтобы эта невероятная философия сознания Кришны настолько могущественная, настолько важная, настолько глубокая, произвела на нас впечатление. Так что это был потрясающий месяц, месяц, который я буду помнить всю свою жизнь. Он тронул меня до глубины души. Однажды мы шли во Вриндауне по дороге. Нас было всего пару человек, и вдруг ни с того ни с сего Правопада просто остановился. Он повернулся и посмотрел мне прямо в лицо. И спросил, «Ну что, Динанадх, ты станешь чистым преданным?» Это одновременно был и вопрос, но также и указание. Он спрашивал, но в то же время давал мне наставление. И я тут же ответил, «Да, Шила Правопада». И потом, где-то через два дня, мы опять шли по той же дороге. Он опять остановился, посмотрел на меня и сказал, «Ничего не меняй». Повернулся и пошел дальше. Комната Правопады в храме Рады Дамодары. Вы можете видеть это сзади. Там были небольшие отверстия для вентиляции. И через них был виден двор. Там была дочь Шямасундары, Сарасвати. И она дергала одного бенгальца за рубашку. И говорила ему, «Кто такой Кришна? Вы знаете, кто такой Кришна?» И этот джентльмен смотрел с изумлением. Сарасвати было тогда, может, 4 или 5 лет. Она была совсем маленькой. Правопада смотрел на это. Мы тоже смотрели. И этот мужчина был удивлен, что эта маленькая девочка задает ему такие вопросы. И тогда она сказала ему, «Кришна – это верховная личность Бога, и вы должны предаться Ему». И Правопада сказал, «Видите, она гуру. Она проповедует о Кришне». Мы все болели дизентерией и лихорадкой, потому что условия были очень аскетичные. Я помню, как я и Вишака, мы предпочитали просто прыгать в Емуну, несмотря на то, что была непроглядная тьма. Мы ничего не видели и даже не доставали до дна. Мы предпочитали это, чем идти в душ, который был покрыт слизью и вообще словами даже не описать. Правопада давал лекции утром по Абхагаватам, а вечером по Нектару предностям. Тогда во дворе было много пыли. Я помню, вокруг было много булыжников. Мне казалось, что храм как будто остался после бомбежки. Мы даже не могли разобрать, что это был храм. Спереди все осыпалось, а внутри по всему двору валялись булыжники и пыль. Но на самом деле, мне больше нравится пыль, потому что это изначальная пыль, на которой сидели шесть гасвами. Правопада упоминал в своей лекции, что шесть гасвами сидели прямо в этом дворе и обсуждали бхагаватам. А Джива Гасвами сидел и писал свои комментарии, а кто-то другой нараспев читал стихи. И мы сидели в том же месте, слушая, как Правопада обсуждает бхагаватам. А потом, после вечернего Нектара предности, Правопада проводил даршину у себя в комнате. В это время он просто разговаривал в очень непринужденной атмосфере. Я помню, как он предостерегал нас, чтобы мы не общались с Бабаджи. Он говорил о Маркоте в Айраге, о том, что у бездьян много жен. Они вегетарианцы, они также отречены, но у них много жен. И вот Бабаджи такие же, говорил он. Он сказал, что мы не должны с ними общаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова